Пятая книга Моисеева. Второзаконие. Глава 1. Си и суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданам в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тафелом и Лаваном и Осеровом и Дизагавом. В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Адес-Варни. С 40-го года 11-го месяца в первый день месяца говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиениям Сигона царя Морейского, который жил в Ессевоне, и Ого царя Васанского, который жил в Аштерофе в Ядрее за Иорданом в земле Мавицкой, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал. «Господь Бог ваш говорил нам в Хариве и сказал. Полно вам жить на горе Сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Хананскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятвою обещал дать отцам вашим Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы на нем многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог Отцов ваших да умножит на вас в тысячу раз против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я высушу его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес Варне. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот, Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми его владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол, и обозрели ее, и взяли в руки своих плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали, «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Но вы не захотели идти и воспротивились по велению Господа Бога нашего. И роптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Аморей и выстребить нас. «Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердца наши, говоря, народ тот более многочисленнее и выше нас, города там большие с укреплениями и до неба, да и сынов и инаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. «Господь Бог ваш идет перед вами, он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел Господь Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь Бог услышал слова ваши и разгневался и поклялся, говоря, никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев сын Иефониин увидит ее, ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус, сыновин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет Израиль во владение ею. Дети ваши, которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Щермному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом Богом нашим, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждой ратным оружием своим, и безрассудно решились зайти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не восходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали, воспротивились по велению Господне, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Амарей, живший на горе Той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали перед Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. Второзаконие, глава 2. Начинать с ними войну. Ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исааву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне сей. Вот, сорок лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мимо братьев наших сынов и Саввах, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и от Сеон Гаверы, и поворотили и шли к пустыне Маава. И сказал мне Господь, не вступай во вражу с Маавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны инаковы, и они считались между рифаимами, как сыны инаковы. Мавитяниша называет их эмимами. А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исау прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей и наследие своего, которое дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет. И прошли мы долину Зарет. Тогда сказал мне Господь, говоря, ты проходишь ныне мимо предела Маава, мимо Аара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землей рифаимов, прежде жили на ней рифаимы, а манитяне же называют ее замзумимами, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны инаковы. И истребил их Господь перед лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исаавовых, живущих на Сеире. И истребив перед лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И овеев, живших в селениях, до самой Газы, Кавторимы, и шедшие из Кавторы, истребили, и поселились на место их. Встаньте, отправьтесь, и перейдите поток Арнон. Вот, я предаю в руки твои Сигона, царя Есивонского, Амариянина, и земли его, начиная овладевать ею, и веди с ним войну. С того дня я начал распространять страх и ужас перед тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, словами мирными, чтобы сказать. Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть. И воду для пить отдавай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду. Так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и мавитяне, живущие в Аре. Да коли не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам. Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свои земли. Потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона, царя Есивонского, а Мариянина, и землю его, и начиная владевать землей его. И Сигон, царь Есивонский, со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яатсе. И предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах. От Араера, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до горы Галаада, не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле, Аманитян, ты не подходи, ни к местам, лежащим близ потока и Авока, ни к городам, которые на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш. Второзаконие, глава 3. И наш, в руки нашей Иога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его, так что никого не осталось у них живых. И взяли мы в то время все города его, и не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Оргов, царство Ога Васанского. Все их города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов, не укрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Исивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Ну а весь скот, и захваченный в городах, взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сиданяне Ермон называют Сирионом, а Аморей называет его Синиром. «Все города на равнине, и весь Галаат, и весь Васан, Ацалхи и Ядреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рифаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в Раве, у сынов Амоновых. Длина его девять локтей, и ширина его четыре локтя, локтей мужских. «Землю сию взяли мы в это время, начиная от Араера, который у потока, Арнона. Половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Монассии на всю область Оргов со всем Васаном. Она называется землей Рифаимов. Иаир, сын Монассии, взял всю область Оргов до пределов Гесурских. И Мзавских. И назвал Васан по имени своему селениями и аировами, что и до ныне. Махиру дал я Галаад. А колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Орнона. Землю между потоком и пределом. До потока Явока, предела сынов Амоновых. Та же равнину и Ордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря Равнины. Море Соленого. При подошве горы Фазги. К востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря. Господь Бог ваш дал вам земли сию во владение. Все способные к войне вооружившись. Идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш. Ибо я знаю, что скота у вас много. Пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Да коли Господь Бог не даст покоя братьям вашим, как вам. И да коли и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом. Тогда возвратитесь к каждой свое владение, которое я дал вам. Иисусу заповедал в то время, говоря. Глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш. Звумя царями сими тоже сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо я Господь Бог ваш. Сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря. Владыка Господи, ты начал показывать работу твоему величие твое и силу твою, и крепкую руку твою и высокую мышцу. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину фазги, и взгляни глазами твоими к морю, к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине, напротив Беффегора. Второзаконие, глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять. Да вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших, дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш, свал фигурам. Всякого человека, последовавши вал фигуру, истребил Господь Бог твой и среди тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех-всех постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда мы призывем Его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве в день собрания, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам на горе из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десяти словия, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которой вы входите, чтобы овладеть ею. «Твердо держите в духах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариви из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какого-либо рыборыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты взглянул на небо, и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь Бог прогневался на меня за вас, и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле. Не перейдя за Иордан, а вы перейдете и обладеете той добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь, и сделайте извояние, изображающее что-либо, и сделайте зло сие перед очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования, которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза его. Господь Бог твой, есть Бог благий и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завет с отцами твоими, которые он клятвою утвердил им. Ибо спросил у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога живого, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти и взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами, и войною, и рукой крепкой мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь Бог твой есть Бог, и нет еще, кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам в великую силу из твоей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и вести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе, вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Его. И храни постановления Его и заповеди, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисея три города по эту сторону Иордана, на восток солнца, чтобы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом его ни вчера, ни третьего дня. И чтобы убежав, в один из этих городов остался жив. Бешер в пустыне, на равнине, в колене Рувимовом, Ирамов в Галааде, в колене Гадовом, и Галан в Асане, в колене Монассиеном. Вот закон, который предложил Моисея сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисея сынам Израилевым в пустыне, по их шествии их из Египта, за Иорданом на долине, против Беффигора, в земле Сигона царя Марийского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисея с сынами Израилевыми, по их шествии их из Египта. И овладели они землей его, и землей его гоцаря Авасанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, которая лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всей равниной по эту сторону Иордана, к востоку, до самого моря равнины, при подошве Фазги. Второзаконие, 5 глава. И созвал Моисей весь Израиль, и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказать вам слова Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня, и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой и крепкой, и мышцей высокой. Потому и повелел тебе, Господь Бог твой, соблюдать день субботний, и свято хранить его. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе, Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе и среде огня, облако и мрака и бури. Громогласно и более не говорил. И написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, военачальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свое величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш. И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш. И мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной. И сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что они говорили, они хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, что убояться меня, и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Второзаконие, глава шестая. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления его и заповеди его, которые я сегодня заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты весьма вы размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Сии суть постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне, по изшествия их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которой он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе перед очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь, склят твой, обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сие уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были бы мы фараоны в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукой крепкой и мышцей высокой, и взял Господь Бог знамение, явил и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его, и над войском его перед глазами нашими, а нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы вести нас и дать нам землю, которой Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди закона перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Второзаконие, глава 7. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергеев, амореев, хананеев, ферезеев, есеев и еусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, и не вступай с ними и в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из туканов боговых сожгите огнем. Ибо ты народ святый, взятый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом, и всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкой и мышцей высокой, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой, и есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его, и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, и воздаст, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их, и Он не замедлит ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и лей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую Он клялся, а сам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни у скоти твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел, и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем, народы сии, многочисли меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с вороном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения, чудеса и руку крепкую мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершнее нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сии, мало по малу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст старея их в руки твои, и ты истребишь имя их из-под небесной. Не устоят никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры боговых сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра и золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.